И возвращаемся к коммунальным проблемам Харциска. На прошлой неделе мы уже рассказывали о ремонте приемного отделения ЦГБ на Черемушках, точнее о капитальной реконструкции подъездного пандуса. В нашем сегодняшнем сюжете речь также пойдет о ремонте в ЦГБ, на этот раз в хирургическом отделении больницы. Относительно недавно хирургия уже переживала капремонт. Незадолго до начала войны был приведен в соответствие пятый этаж здания ЦГБ. Фактически был полностью реконструирован оперблок, был полностью реконструирован пятый этаж хирургического отделения, была произведена замена фактически всего, начиная от пола, стенового покрытия, осветительных приборов, мягкого инвентаря, были поставлены специальные функциональные кровати, прикроватные тумбочки. Работы велись до вот этих военных событий, которые были, да, и они финансировались за счет средств Харцизского трубного завода. Вот тогда были. Сегодня это средства централизованного, централизованные поставки, это Министерство финансов выделяет по согласованию с администрацией города. Деньги, выделенные финансовым ведомством республики в текущем году, наконец-то, позволили приступить к ремонту части хирургического отделения на четвертом этаже. Первым делом решили заменить старое напольное покрытие. Собственно, ремонт пола в коридоре начали около месяца назад. Старый линолеум здесь будет заменен на новую плитку. Объем работ – 150 квадратных метров. Там должна соблюдаться особый режим обработки, поскольку это идет борьба с внутрибольничной инфекцией, для того, чтобы инфекция от одного пациента не передавалась другому. Вот сейчас и ведутся эти масштабные работы. Они предусматривают полностью замену покрытия на полу. То есть должен быть кафель, который хорошо обрабатывается, подвергается быстрой и качественной санитарной обработке. Будет изменена поверхность стен. Они будут обработаны специальной краской, которая обладает особым бактерицидным свойством. Сегодня на объекте ведутся подготовительные работы, предшествующие укладке плитки. Бригада рабочих укрепляет и выравнивает бетонный пол. Ремонтные работы, по словам заведующего отделением, продлятся еще около двух месяцев.